Ярославль, столица Золотого Кольца. Туристов здесь бывает много. Есть и те, кто приезжает не по одному разу. В первую очередь всем показывают исторический центр города. Здесь много архитектурных памятников и красивых храмов. Но раз за разом ходить по одним и тем же памятным местам может и поднадоесть. Какими же советами делятся бывалые туристы? Первый, использовать в качестве путеводителя тысячную купюру. На банкноте изображены памятник Ярославу Мудрому и часовня Казанской Богоматери. Памятник находится тоже в центре, на площади Богоявления. Можно сделать фото на память. Еще один вариант отправиться к памятнику героям советского фильма. Далеко не всем за пределами Ярославля известно, что в городе снимали комедию «Афоня». В память об этих событиях здесь решили установить фигуры героев картины, которых сыграли Леонид Куравлев и Евгений Леонов. Те, кто планирует не ограничиваться посещением города или уже успели повидать все в самом Ярославле, могут отправиться в область. Там находится Плещеево озеро, с которым связано немало легенд. Например, на берегу лежит так называемый «синий камень». Любители мистики интригует его история, а любителям науки больше интересна история его загадочных перемещений. Утопленный в озере, он вновь оказался на берегу, а теперь медленно погружается в землю. Ученые объясняют это погодными и геологическими процессами, но простор для фантазии остается. Так что интересных мест в Ярославле и его окрестностях немало. Хотя о самых необычных, наверное, все же стоит спросить местных. Может быть, они смогут посоветовать то, чего нет ни в одном путеводителе.